Фойе волейбольного центра Это пение, зумба, фитнес, элементы йоги, рисование светом, карвинг, кастомайзинг. Новое направление – игра в крокет. Тоже достаточно увлекательная активность для граждан пожилого возраста. Областной турнир по шашкам и шахматам стартовал 1 апреля. Участие в нем принимали люди пожилого возраста, получатели социальных услуг Московской области. Соревнования проходили в три этапа. На первом в каждом муниципальном образовании выбирали лучших игроков интеллектуальных состязаний. На втором, зональном, отбирали сильнейшие умы севера, юга, запада и востока Московской области. Ну а в итоговый день встретились четыре команды финалистов, чтобы побороться за звание лучших. Турнир проводился под эгидой проекта «Активное долголетие». Наблюдая за людьми старшего возраста, серебряного возраста, можно сказать одно, что с невероятной энергетикой люди. И действительно, рецепт долголетия заключается в том, чтобы каждый день активничать, каждый день просыпаться с хорошим настроением и даже если не светит солнце, создавать его самим. Поддержать участников состязаний приехали заместитель министра социального развития Московской области Александр Шустров и председатель совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова. Шахматы – это не только самая древняя игра, но и самая интеллектуальная. Только по-настоящему умные люди могут интересоваться этой замечательной игрой. И сегодняшнее мероприятие – это, безусловно, жемчужина в росписи тех мероприятий, которые проходят этим летом в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье». Мы благодарим наших организаторов, что есть такая идея, как «Долголетие в Подмосковье». И действительно, мы шагаем все дальше и дальше. Молодцы. Огромное спасибо, конечно же, губернатору Андрею Юрьевичу и, конечно же, нашему министру Ирине Клавдивне. Концерт оркестра под руководством Андрея Балина придал правильный настрой финалистам перед напряженной интеллектуальной схваткой. В результате поединка в шахматах победу одержала команда с запада, а в шашках – с севера Подмосковья. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.